Пожаловать! Вот ваш номер. В смысле это мой номер? Я же заказала комфорт. А что не так? Тут даже окна нет, и здесь кровать маленькая. Где душ вообще? Девушка, мы ведь сейчас уже находимся посредине океана. Этот номер душ не прилагается, но он есть общий. У нас открытся 9 утра, 20 вечера. Вы издеваетесь? Ладно кровать, ладно душ. Но как я буду здесь дышать без окна? Здесь просто нереальная духота. А зачем вам окно? У нас везде есть окна за пределами номера. Вы всегда можете выйти на палубу или на крышу. Вроде не будете всегда в номере сидеть, я думаю, что не будет проблем. Нет, я хочу свое собственное окно. Я может быть вообще не планирую выходить из номера. Дайте мне просто новый номер прямо сейчас, который будет с окном. К сожалению, все номера сейчас заняты. Я писательница и приехала сюда, чтобы узнать больше о вашем отеле. И насколько я знаю, у вас есть такой номер 1408, в который вы никогда никого не заселяете. Дайте мне его, в чем проблема? Боюсь, это невозможно. Пойдемте, я приведу вас до управляющего. Здравствуйте, мне сказали, что вы управляющий? Да, здравствуйте. Дело в том, что мне только что дали номер, в котором нет душа, в нем очень удобная кровать, и самое главное, у меня нет окна. Просто замените мне его на номер 1408, который сейчас у вас свободен. Извините, но мы не можем дать вам этот номер. Но я буду очень рад вам помочь. Заказ ресторанов, билетов, боулинг, теннис, все что угодно. Просто дайте мне ключ от номера 1408. Вы очень упрямый, может быть вы все-таки хотите выпить? У меня тут есть гассет, 39-й год, коллекцион. Всегда ценю взятку. Я приехала сюда, чтобы написать про ваш лайнер, так как я писательница. И я заселюсь в номер 1408. Надолго? А что? Мне нужно только одна ночь. Честно, никто не подержался еще больше часа. Думаю, вам нужно поработать над своим актерским мастерством. Это все просто сказочки для детей. Зачем вы издеваетесь? Я пытаюсь помочь вам. Нет, вы не пытаетесь помочь мне, вы просто играете в игру. Я, наверное, не поздно, но точно заселюсь в этот номер. Вам же это выгодно, я напишу свой рассказ и к вам повалится толпами. Видимо, неверно оценивайте ситуацию. У нас очень высокий процент заселения в нашем отеле, поэтому мы не узнаемся в этих дешевых пиар-ходах. Я очень долго нарабатываю репутацию этого отеля, и я не хочу вас заселять в этот номер, потому что мне потом придется разгребать грязь. Это пугает наших потенциальных клиентов и наших нынешних. С номера не вышло 4 человека, и это только по официальным данным. Я могу предложить вам эту книгу, и вы можете с нее просто списать что-то для вашего рассказа. Поверьте мне, я повидала столько жутких номеров. Я знаю, как себя вести, даже если появится что-то сверхъестественное, и что-то произойдет со мной в номере. Просто дайте мне этот ключ, и все. Ну, раз такая ситуация, то хорошо, вот ваши ключи. Просто прекрасный номер, я так и знала, что это просто какие-то сказки. Надо бы раньше лишь спать, завтра начну писать рассказ. Хм. Странно. Кто там? Может, кто-то ошибся номером? Кто там? Что это за звуки? Что происходит? Что это за звуки? Что это за звуки? Что это за звуки?